Всем привет, с вами Мистер Геймер и сегодня у нас обзор на Синглис 2, Любовь втроём. Я уже пытался сделать этот обзор, но меня почти стошнило. Ну что ж, давайте рассмотрим заднюю часть меню, скажем так, где у нас есть азиатка, тёлка с ужасными малополигональными отвисшими сиськами и толстой жопой, и гей. Да, знаете, я уже чувствую, что это будет поинтереснее, чем Симсы. Ну да ладно, чтобы попросту, как говорится, разговаривать, давайте посмотрим на саму игру. На мой взгляд, знаете, это нечто среднее между игрой Playboy и вот как раз Симс, Симс 2 и всей этой серией. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Ага, вот мы начинаем, точнее продолжаем, я уж решил не показывать с самого начала, потому что там 15-минутная непролистываемая заставка, которая бесит. Но суть сводится к следующему. Этот парень гитарист-наркоман, его гитарист и его гитара исчезает сам по себе. Раньше он трахался с этой тёлкой, но обдолбался, она его кинула. И теперь он трахается вот с этой тёлкой. А эта тёлка является подружкой вот этой тёлки. Блять, чуть что сразу от меня съёбывать. Вот чё он за хуй вообще такой, а? Главное, он же даже щётку не в руке держит, вы вот только посмотрите. Видите, он... Видите, даже не сплюнул, это полный пиздец. Ну что ж, давайте попробуем поиграть на гитаре. И вот он играет, играет, но... Знаете, поднадоел. Давайте-ка просто присядем. Вот он сел, и гитара исчезла! Его волшебная гитара это чертовски круто. Так, у них лыбы над головой, бывает. Так, ладно, давайте-ка попробуем купить ему компьютер. По крайней мере, я, так сказать, постараюсь сделать это изо всех сил. Так, ага, вот я купил ему компьютер. Заебись. Так, пошли. Ага. Играть в игру. У него нет кресла. А это, блядь, чё за хуйня рядом с тобой стоит, долбоёб, блядь. Ладно, хорошо бывает. Возможно, я поставил её не совсем в то место, и мне не стоит сразу так нервничать. Ну что ж, имеет смысл. В таком случае, давайте-ка я продам это кресло и куплю ему другое. Так, ага, вот оно, мебель. Так, где же это сраное кресло-то, блядь. А, ну вот оно как раз, возьму стандартное. Вот так вот. Ну что, теперь-то будешь играть, или как? Ёб твою мать, долбоёб, блядь. Поверни этот сраный стул другой стороной. Он же, блядь, крутится. Знаете, это не симулятор жизни. Это симулятор долбоёба, блядь. Вот что я вам скажу. Из душа, как можете заметить, вода не льётся. То есть, просто куча паров, в которой девушка барахтается, и типа ей заебись в этом мире. Что, конечно, раздражает просто пиздец как. Нет, я понимаю, что эта игра вышла не так давно, но вы посмотрите. Вот здесь вот, он же даже не ест. Он нихера не делает в этом углу, вообще. То есть, вот, должно показываться, как он ест, спит. То есть, его выражение лица крупным планом. Да нихуя. У него морда, как у конченого торчка, вообще нихуя не выражает. Это реально какой-то симулятор, дебил. О, позвонить, друзья. Да. Друзей у парня хоть отбавляй. Лучше закажу пиццу. Ого, неплохо было. Это вот реально было, как в плейбое, доложу я вам. Ну-ка. Ну и чё? Да, знаете, это пиздец. Неужели он жрать её прямо там начал, у входа? Не, я знаю, что бывают голодные люди, но не настолько же. Нет, всё-таки не начал, пару кусочков оставил, как я посмотрю. Так, ага. И всё, и он резко встал. О, пойти в бар. Бухнём. Пицца резко куда-то пропала. Я даже не видел, куда он её положил. Ну да ладно, ещё потом пусть сам ищет. Насрать. И вот сейчас мы перенесёмся на соседнюю локацию. Но вы знаете, этот вечно голодный нищеброд Тарчок, который живёт со своей подружкой, со своей бывшей подружкой. Это не бар, это ночной клуб, между прочим. Нихуя, это на бар не похоже. Вообще, знаете, я... Мне даже просто больше нечего сказать. Это просто реально симулятор дебила. Знаете, такое ощущение, что пятилетнего ребёнка спросили, какими должны быть гламурные, наркоманы, проститутки и прочее. И вот из этих стереотипов сложилась эта игра. Знаете, это просто... Это ни в какие ворота не лезет. С вами был Мистер Геймер. Подписывайтесь на канал, добавляйте в избранного. Всего хорошего. До свидания.